Здравствуйте! Всех с началом октября. Что же там делают наши анапские кочевники? Мама-отличника выпускает видео завтрака аристократки. Помпезно, как обычно, с опломбом. Ничего, что на фоне гаражей. А вот у меня вопрос возник. Чем меньше город, в котором ты живешь, тем звание аристократа каждый человек себе навешивает за меньшее? Понятно, что это не так. Но мы рассуждаем, вставая в ботинки мамы-отличника с ее сбитыми прицелами. Гаражи напротив, об нее все шоркаются, но она говорит, я специально вот здесь сажусь около двери. Да нет, Павловна, тебя просто попросили с собакой, которая вот так дышит постоянно, попукивает иногда. Просто попросили тебя не находиться в помещении. А сидеть напротив гаражей и поедать вкусный сэндвич с кофе. Ну вот, может быть, это и есть аристократия анапского разлива. Не будем спорить, смотрим, рассуждаем, думаем. А вообще, вот, например, в таких крупных городах, где большая скучность людей, там Петербург, Москва, в Петербурге чаще там есть коммуналки, и женщины, которым очень, и мужчины, может быть, которым неуютно находиться дома, там у них склоки какие-то, нездоровая атмосфера, они очень часто утром, выходя из дома, заходят туда лишь к ночи, чтобы не быть в помещениях, не слышать. Может быть, маме-отличнику уже стало неуютно в квартире? Вот к рассуждению, вторая мысль октябрьская, свежеоктябрьская вторая мысль к рассуждению, да, что такое уровень аристократии для Анапы? И почему одинокие женщины за 55 просто вынуждены выходить гулять из квартиры на полдня, на день? Да что мы о Павле? Видео смотивировано очередной выходкой ее старшей доченьки. Смотрите, сегодняшнее, опять же, видео свежее Юли о том, как они там поехали куда-то в центр торговый, вот они маму выпроваживают из квартиры на прогулку. И все это со смехуечечками у Юли, по-другому не скажешь. Мне кажется, вот все-таки ее скорпионный вот этот характер, нет, сама себя, самой себе возражу. Не в знаке зодиака дела, а в самом человеке. Вопрос. Юлия Владимировна, вы за своим милым личиком прячете такие неприглядные вещи, когда мы делаем больно нашим самым близким людям, это легче всего, потому что у них уязвимость. Вот там Лешика сняла таким ракурсом, в примерочной, что живот вываливается. И при этом она же на этом делает акцент. Если бы это у нее не проходило красной нитью во всех видео, посмотрите название последнего видео. Камера увеличивает вес. Мы не такие, как есть. То есть она привлекает внимание к этому. Да, можно говорить в глаза со смехом одно, как она делает сегодня, опять очередной раз говоря, смотрите, какой у меня вес. Да, камера потолстит. При этом она идет взвешиваться на весы, где до этого остался вес. Ну, мы знаем, что весы, умные весы, они всегда фиксируют последний вес взвешивающий. Да, и там мы видим 96,9. Да, может быть, мама отличненько и не хотела свой вес никому озвучивать. Ни в коем случае. Я не осуждаю саму цифру, что у нее 96,9 килограммов. Молодец. Двусначный вес. Это отлично, Елена Павловна. Но почему-то дочка ваша, язвочка вот эта вот, нам его, как бы, между прочим, показала. И ясно и понятно, что это у Леши на весах там трехзначные цифры. И это был озвучен для зрителей вес мамы отличника. А при этом, если так посмотреть, хлопая ресничками, Юлечка говорит нам это, глядя в глаза. Не верьте, камера полнит. А зачем ты показываешь своих близких в неприглядном виде? Эх, Юля. Получается, на подумать нам есть вот о чем. Зависит ли уровень, даже степень, аристократичности от той локации, в которой перемещается человек. Второе. Это то, как живут одинокие женщины, а может быть и мужчины, которых вы видите на улице, которые гуляют с утра до вечера, которые сидят на скамеечке и заходят лишь к ночи в квартиру, где им может быть не очень комфортно. А в-третьих, это степень доверия. Доверие тем, кто ближе всего к нам. Потому что именно перед ними мы уязвимы. А здесь просто оставляю скриншот из сегодняшних видео, Юля. Ну все. Всем приятного октября.